здравствуйте друзья у нас вопрос по поводу доступности интернета в соединенных штатах молодой человек живущий где-то как я не знаю конкретно где там в украине на украине вот он там говорит как же так будет вот соединенные штаты вроде бы родина интернета и вот у нас тут значит где я живу там за за 5 долларов в месяц там 5 10 долларов в месяц можно получить 100 мегабит там значит доступ а вот значит в сша все плохо ну на самом деле когда мы только начинали нашу вот эту канальную деятельность было много вопросов пару лет назад на эту тему и и есть видео какие-то я даже не знаю там не хочу заниматься поиском есть что-то я так подробно разбирался там и чудо рассказывал ну что значит чек спрашивает я думаю пойду я погляжу и значит соответственно гуглю там на доступность интернета или там по-английски да интернет access by country там вот я начинаю смотреть и и получается такая штука если мы конкретно посмотрим на на украину то там вот судя по тому что на википедии пишут 33 что ли процента населения имеют доступ к интернету поэтому 5 долларов там или 10 или 150 там я не знаю но ну как бы само по себе понятие доступность там его характеризует там по разным параметрам но ну чё говорить о цене если 33 процента населения имеют доступ вот собственно и все и это учитывается то что есть люди которые со смартфонами ходят и у них вот есть доступ к интернету через смартфон ну ну что же там 5 долларов или 10 долларов и вот там мол как там легко подключиться в сша вот нет конкуренции между провайдерами это все правда в том смысле в каком между провайдерами особой конкуренции нет это это правда и вот мы когда в офисе нашем мы уже скоро там скоро пять лет будет на 400 небольшим и мы из них там года два просто мучились потому что и тенте который там был единственный доступный провайдер достаточно медленно все это происходило и мы никак не могли заказать ничего побыстрее у них не было потому что им надо было менять оборудование там ну там где нужно его менять а они его медленно меняют это все большие инвестиции просто нет столько денег чтобы сразу все поменять повсеместно потому что уже очень мощная сеть там нужны большие миллиарды чтобы все всюду поменять поэтому так получалось и когда уже пришла компания камкаст вот уже камкаст у них более быстрый интернет и у нас как раз вот там в офисе сейчас какая то те же самые там 100 мегабит и у меня и думают те же самые 100 мегабит мы платим но там как бы пакет у нас не не исключительно интернет сам по себе а в пакет входит интернет и еще какое-то чудовищное количество каналов телевизионных вот это все вместе стоит 100 долларов на месяц и при том что 100 долларов как бы не трешка и не пятерка и не десятка ну я думаю что вот у нас тут где мы эти 100 долларов платим наверное 100 долларов проще чем скажем вы вынуть из бюджета чем например я не знаю пятерку или десятку там где допустим месячная зарплата 200 долларов и это не у каждого поэтому я больше не стал как доступность характеризовать такими вещами кроме того тут есть еще тонкость 1 значит тонкость состоит в том что потребность человека живущего в америке в таком уже прямо бы быстром интернете она никак не завязана на то что он качает пиратские видео что является я думаю большой частью загрузки интернета вот там скажем в каких-то отдельных местах да вот они так посмотреть не могут да вот они качают качают и ему конечно ему нужно побольше чтобы быстро качнуть это правда вот а так я могу сказать что мне если бы я видео сам не делал то мне бы в принципе хватало и там каких-нибудь 20 там и 40 или там 50 без разницы то есть а я прекрасно управлял с этим совсем но поскольку я должен подгружать видео то мне даже не мне даже не столько вот скорость на download мне мне больше важно на upload да то есть с какой скоростью я могу свои видео подгружать туда потому что если файлы там например среднее видео это допустим 2 гигабайта занимает и вот пока там 2 гигабайта на низкой скорости пойдут и в общем как-то это все некомфортно я себя чувствовал а сейчас замечательно только поставил бог там кнопку нажал мяукнуть не успел там сходил чайку налил приходишь уже все загружено шикарно вот поэтому я вас уверяю что если бы рынок был такой что сложились бы сложилась бы конъюнктура такая господи боже мой ну любой любую любую скорости дадут сейчас есть подороже правда но в коммерческом сегменте есть компании которые на крыше здания просто ставят антенку и можно очень 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 большую скорость получить но стоит дороже ну там допустим это может быть пятьсот шестьсот долларов в месяц но ты опять это коммерческий интернет и вот поэтому проблем в том что у них контракт на пару лет по моему то есть ты не можешь уйти раньше чем через два года мы поставили бы себе вот там где у нас офис но свое время когда не было камкас там но получалось что нам все обещали какая то сейчас придет сейчас придет сейчас придет вот еще смещать чуть-чуть его сейчас придет и мы думаем ну что мы сейчас на два года свяжемся а потом придет дешевый камкас там мы должны платить за дорого что собственно и получилось в итоге дешевый камкас таки и пришел так что я хочу сказать что вот я еду на работу я каждый день там одним маршрутом эти шесть миль наезжают но вот сегодня такое солнышко с дождичком смотрите я вот специально его не смывают чтобы вам так в контрасте ну давайте смотрим все таки я за рулем так вот мне некоторые говорят чтоб я там побрызгал на стекло чем-то это просто маленькие частички там застряли в дворниках с деревьев падает с утра я просто надо было их там стряхнуть а я не поленился из-за этого она не очень аккуратно там стирает может показаться что там что-то не то там все путем и окна я когда машину бою я московым таким слоем покрываю и стекло и корпус так что там в этом смысле все нормально так вот такой день сегодня солнышко просветлело было три-четыре дня были тучки и дождики шли а сейчас так вот хорошо так что безусловно иногда хочется чтобы с интернетом было попроще это правда тем более вот мы тут знаете мы видим америка родина интернет а будут вообще в кремниевой долине знаете когда мы переехали в самом центре кремниевой долины в лос-алтес мы переехали из маунтин вью там четыре года назад 1 декабря мы въехали я помню или ноября 1 и вот мы въезжаем я смотрю скорости нет а у нас же уроки у нас же студенты вы вы чего у нас же и кончилось тем что я четыре линии взял вот эти энди меня было четыре линии и значит мы их там поделили там между классами одна линия была для сотрудников отдельно другая линия там я уже не помню что на ней там телефония была наша еще две линии значит там студентам понимаете вот так вы жили какое-то время конечно идиотизм полный ты думаешь как же что такое в центре кремниевой долины нет интернета я ну после есть но такой поганенький как бы но это же понимаете нет же как сказать нет диктатора который там скомандует и быстро прибегут халуи и что-нибудь такое сварганит там для узкой категории населения остальные будут лапу сосать в этой экономика такая дать рыночная вот значит она при этом в ней есть некоторая монополизация вот допустим компании которые кабель держат сюда они но фактически монополисты с этим идет борьба все время значит эта борьба приводит к резкому снижению цен в этом сегменте в том сегменте вот когда мы только приехали я помню я как-то рассказывал звонок в москву стоил 2 доллара минута 25 лет назад 2 доллара минута а потом значит было там демонополизация и она вот падала падал я не хочу даже трогать вот айпи телефонию но обычная вот такая значит да по проволочке сейчас можно я не знаю там буквально и 8 центов и 10 центов это может быть 5 центов я я не знаю я давно не пользуюсь я у меня эпишно но она упала там раз в 20 по мере борьбы с монополизацией потом там еще так получилось что компании которые владеют сетями как бы кабелем владеют значит они имели право там кого-то пущать или кого-то не пущать по их кабелю там свои сервисы предлагать потом это тоже кровнули вот и вот эту функцию и тогда стало много предложений самых разных но с другой стороны компаниям которые держат кабель им раньше например не давали предлагать услуги там допустим между международной связи да а сейчас они могут то есть вот идет постоянно такая демонополизация но все-таки если у тебя есть территория и там лежит физический кабель понимаете это в общем-то накладывать некоторые ограничения и поменять кабель не всякий кабель позволит гонять высокоскоростной интернет значит надо менять это все очень дорого вот эти 5 долларов которые там вы платите где-нибудь я не знаю там в какой то в той части украины которые живете значит эти 5 долларов они же и обе определяют то что пенсия на которую жить нельзя то что зарплата 200 долларов это же все связано давайте здесь люди которые этим занимаются вот там и кабельной частью и сервисами фактически но они не госслужащие но они приближаются к госслужащим то есть у них потрясающие бенефиты у них потрясающие пенсионные планы они члены профсоюзов то есть это ну как сказать это стоит денег все вот не то что пацаны пришли и там чуть подкрутили и вот тебе нет это это все очень серьезный бизнес поэтому так такая же духа вот но переживать за нас тут не надо в общем мы в порядке и 100 мегабит так 100 мегабит я я честно скажу мне дома даже сток не надо но я думаю а почему нет если там в пэкеджи да с каналами телевизионными хотя мы их там не часто смотрим ну пусть будет что стоит в общем все хорошо вот и в офисе школьном я хочу сказать вот эти 100 мегабит нам хватает вот у нас одновременно может быть я скажу в двух классах когда занятия идут это может быть и 60 и 70 человек плюс офис там еще десяток вот грубо говоря 80 человек вполне справляются и в общем я не могу сказать что какие-то моменты у нас есть какие-то проблемы особенно когда константин у нас возник сисадмин в коллективе он там вот чё нам сделал и стала просто лафа жизнерадостная всего хватает поэтому я не знаю я не чувствую все это сеть попробовал не 100 500 вот его почувствовал разница наверно почувствовал бы но еще раз не хватает если бы я сказал что эти 500 надо платить лишнюю десятку я бы взял а если бы сказали надо платить там лишние три четыре сотни отказать мне надо у меня достаточно такая история в общем когда человек говорит такие слова как доступность интернета я бы конечно но даже собственную страну как бы не стал бы обижать вот вот этими разговорами потому что если у тебя в стране 30 процентов там 33 процента населения в принципе доступ имеют не надо про про доступность других странах честно это совершенно как-то странно очень мне мне это кажется счастливы ребят